МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Трое детей утонули в реке Халис в Себастье. Сегодня день памяти Монте-Малконяна. Чрезвычайное положение в Армении было продлено до 13 июля. Число людей, зараженных коронавирусом в Армении, превысило 15 тысяч. За один день было зарегистрировано 612 новых случаев. В докладе о религиозных свободах Турции подверглась критике массовой акции протеста в Байруте. Фильм «Врата в рай» впервые будут показаны на Каннском виртуальном рынке фильмов. В реке Халис в Западной Армении утонули трое детей. Родители, заметив, что дети были потеряны из поля зрения, немедленно предупредили соответствующие органы. Полицейские и санитарные аварийные команды прибыли на место происшествия. После двух часов поисков спасательных команд обнаружили безжизненные тела на дне реки. Известно, что дети приехали из Аньтапа со своими семьями, которые являются сезонными фермерами. Сегодня день памяти Монте-Малконяна. Он родился 25 ноября 1957 года в городе Висейле, штат Калифорния. Он был третьим ребенком в семье американцев армянского происхождения, переживших геноцид против армян Чарльза Малконяна и Забель Малконяна. Родителям было суждено пережить сына, прославившего их семью. Монте-Малконяна окончил университет Беркли по специальности археология и историю Азии. Выбор профессии был обусловлен твердым намерением вернуться на Ближний Восток. Кроме армянского и английского, Малконяна владел семью языками. Французским, испанским, итальянским, турецким, персидским, курдским и японским. Некоторое время он стражировался в Японии и в разгар гражданской войны в Ливане. В 1978 году Монте-Малконян прибыл в Пейрут. Малконян принял участие в обороне армянского квартала. Затем Малконян стал бойцом армянского ополчения в Бутш-Хамуде и в течение двух лет участвовал в уличных боях с флангистами. Весной 1980 года Монте-Малконян вступил в организацию АСАЛА. Малконян осуществил операцию в Риме, Афинах и помогал в подготовке боевиков для осуществления операции ВАН в сентябре 1981 года. В ноябре 1985 года Малконян был арестован в Париже и приговорен к шести годам тюремного заключения за незаконное хранение оружия и подделку документов. В начале 1989 года он был освобожден и выслан в Южный Йемен. В 1991 году сразу же по прибытии в Карабах Малконян участвовал в боях за населенные пункты Бузлук-Монашид-Эркетш Шумянского района. Был назначен начальником штаба Корнедзорского отряда. Возглавив Мартунинский оборонительный район, весь следующий год Монте успешно защищал его. Затем он участвовал в Кельбаджарской операции в боях на территории Мартакерского и Аскеранского районов. 12 июня 1993 года в селе Марзили Монтен и его солдаты столкнулись с БМП и солдатами азербайджанских воинских формирований. В ходе боя Малконян получил ранение в голову и погиб. Монте Малконян похоронен в пантеоне Яраблур. Правительство Армении на заседании 12 июня приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на один месяц. Режим чрезвычайного положения продлится до 17 часов 13 июля после решения КАДМИНА. Оно сегодня будет представлено на специальном заседании Национального собрания Республики. Напомним, что срок режима ЧП заканчивается 13 июля. Режим был введен 16 марта текущего года. Установленные ограничения остаются в силе. В Армении за сутки зарегистрировано 612 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом новости Армении. Ньюс.ИМ сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболевания Минздрава Республики. В общей сложности на утро 12 июня в стране зарегистрировано 15 281 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 9 298 лиц. За день в число увеличилось на 422. Выздоровели 5 639 человек, 173 за последние сутки. Скончались 258 пациентов, 13 за последние сутки. Госдепартамент США выпустил международный отчет о свободе вероисповедания за 2019 год. Согласно Армении Хабер, в разделе отчете от Турции говорится, что права не мусульман нарушаются в этой стране. И были приведены различные отдельные примеры. В частности, в докладе говорится о растущем антисемитизме, непредоставлении правового статуса, места молитвы и поклонения о Леве. Об историческом центре Константинополя инициатива лишить собор Святой Софии ее музейного статуса и превратить ее в мечеть. Вмешательство в выборы Константинопольского патриархата, армянской церкви и другие темы. В отчете численность не мусульман в Турции представлена следующим образом. Православные армяне 90 тысяч, католики 25 тысяч, евреи 16 тысяч, а сирийские православные 25 тысяч, русские православные 15 тысяч. В отчете также упоминается, что во время прямой трансляции религиозной программы, транслируемой в Турции, ведущий несовершеннолетнего армянина Кристинина по имени Артур без согласия его родителей, исламизировал. Этот инцидент считается очевидным нарушением Лозаннского договора. Демонстранты вышли в четверг на площади в центре Бейрута после сообщения о рекордном падении валютного курса ливанского фута. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, толпы активистов протестного движения появились сейчас на площади Риада Сульха перед правительственным дворцом. Поступают сообщения о протестах в мусульманском городе Триполи на севере Ливана, где ухудшение экономического положения стало причиной массовой безработицы среди молодежи. Уличные акции проходят в ряде населенных пунктов долине Беккам на востоке страны. В нескольких местах перегорожено шоссе, идущее на юг. 6 июня в ходе вспыхнувших столкновений в Бейруте пострадало 48 демонстрантов. 11 из них получили ранения, были доставлены в больницы. Остальным была оказана помощь на месте. Силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули после того, как группы агрессивно ведущих себя активистов стали забрасывать их камнями и петардами на площади Пляс-де-Мортир. Беспорядки в Ливане набирают обороты. В результате поступившей информации о резкой девальвации национальной валюты. Профсоюз владельцев обменных бюро тут же опроверг эту информацию, подтвердив, что курс национальной валюты остается прежним – 3900 фунтов за доллар. В отличие от самого Каннского кинофестиваля, его кинорынок «Спутник» в этом году пройдет онлайн «Марше де Фильм», объявленной датой с 22 по 26 июня. Подготовка к цифровому мероприятию идет полным ходом. «Де Марше де Фильм» фестиваль «Де Каннс» объявила о том, что они на мероприятии «Митте стриммерс» с ключевыми эксклюзивными гостями станут интернет-сервисы HBO, Max и Кюби. Картина Дживана Витясяна «Врата в рай» об апрельских событиях 2016 года также примет участие в этом крупнейшем мероприятии. Информация появилась на странице «Союза кинематографистов» в Армении в соцсетях в Facebook. Премьера фильма «Врата в рай» в Армении прошла в октябре 2019 года. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение «Лилит Даниэля». «Лилит Даниэля» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром!